Погодка замечательная, все как я люблю. Тепло, солнышко, очки. Начинаем. Ребята, всем привет! Мне прошло и трех лет с последнего базового курса ролика. И мы продолжаем. Тема этого ролика – расположение плавающих клеймеров и глухих. Или, правильно сказать, подвижных клеймеров. А то в комментариях закусают. Этот курс мы приведем с существующего объекта и последующие все ролики по базовым узлам именно с этого объекта. И давайте я немножко вам поподробнее о нем расскажу. Этот объект относительно простой. Здесь все скаты односкатные. Поэтому она относительно простая. Есть на этой кровле все практически базовые узлы, которые я вам все покажу в рамках этой крыши. И потом уже в следующих роликах буду уже показывать другие узлы, которые встречаются на двускатной крыше, на вальмовых крышах, с крышами, с яндовыми. И будем по мере усложнения узлов, будем также выпускать ролики. Но начнем мы с самых базовых, с самых первых, которые нужно знать. На этом объекте лобовые и фронтоны сделаны декором. Ролики есть на канале. Ссылки я оставлю в описании. Можете пройти, посмотреть, как оно делается. Водосточная система здесь подвесная. Производитель Ориума. Подвесные желоба, они по сути своей инструкции, как их делать, она практически у всех одинаковая. Плюс-минус, да? Но у нас на канале тоже есть про водосточную систему. Как ее вешаем подробно. Тоже ссылку оставлю в описании. Можете пройти и посмотреть, как вешаются подвесные желоба. Также в том ролике есть и про сам карнизный свес, как делаются силовые планки, как ставится карнизный капельник. Все в этом ролике есть. Так что, если вы не знаете, можете прийти по ссылке и посмотреть. Основание под фальцевую кровлю здесь сделано из доски, из шпунта, из полового шпунта. Идеального размера, идеальной толщины и всего остального. Вообще, самый идеальный вариант для обрешетки под фальцевую кровлю. В качестве разъедительного слоя здесь применилась мембрана Delta Fox Plus. Это не то, чтобы там реклама, да? Просто вот на своем опыте. Никто ничего за это нам не платит. Хотя Валерий Нестеров мог бы, да, закинуть копеечку. Ну и сам металл здесь применяется финский PURAL цвет 2H3. Это не черный и не серый графитовый, да? Это вот посередине. Отличный металл, без претензий к нему. Уже давно с ним работаем. Правда, в последнее время он немножечко подорожал. Вот, и примерно стоит сейчас около 2000 рублей за квадратный метр. После того, как мы все накрыли разъедительным слоем, сделали карнизный свес, повесили водосочную систему, да, мы ставим по фронтонам и задней части ската, верхней точке, да, тоже силовые планки. И, кстати, ребята, мы вообще здесь по фальцевой кровле, да, но такая вот вставочка. У нас в интернете, если набрать фальцевой кровли, может вылезти вот эта вот имитация фальцевой кровли, так называемый клик-фальц. И пока, на данный момент, именно эта компания называет данный вид кровли фальцевой. Еще раз, к фальцевой этой кровли никакого отношения не имеет. Это имитация фальцевой кровли. То есть, в этой кровли ничего не фальцуется. Здесь кровля защелкивается. Или еще мы называем ее топ-нога, потому что именно замки здесь не фальцуются, а защелкиваются с помощью ноги, вот так вот. И компания Grand Line называет это фальцевой кровлей. Хотя, к фальцевой кровли она отношения не имеет. Она имитирует фальцевую кровлю, фальцевую технологию, да, но именно к фальцу не имеет никакого отношения. Так что будьте внимательны при покупке кровли. Когда вы хотите себе фальцевую кровлю, не купите имитацию фальцевой кровли. Вот, ну, этим грешит только пока компания Grand Line. Называемый клик фальцевый, или она находится в разделе фальцевой кровли. Кстати, называется, название ее именно защелка. А именно, если вы хотите больше информации получить про этот вид кровли, наберите ее в YouTube SnapLog, вот. И вы увидите много информации о ней. Как ее монтируют, там, откуда она пришла, а именно со Соединенных Штатов Америки, да? Вот, и как ее там делают. По инструкции они не имеют ничего общего именно с теми инструкциями, которые предоставляют наши производители. Так что этот момент тоже учтите. Вот, ну и будьте внимательны. Далее, после того, как мы поставили все силовые планки, все сделали, начинаем делать стартовую картину. У нас малый фальц обычный, да? То есть 24 миллиметра на 9 миллиметров. И фальц, который будет на фронтоне, у нас 40 миллиметров на 15 миллиметров. Далее, вот именно на этом крыле у нас нету разницы, как пойдут картины, да? То есть нам нету смысла делать планирование, откуда начинать стартовую картину. Мы начали на этом крыле ската со фронтона, вот, и пошли к углу. И вот мы поставили стартовую картину, и здесь у нас уже начинается расположение клеймеров подвижных и глухих. На данной плоскости у нас картины длиной чуть более 9 метров. И исходя из этого размера, я вам покажу расстановку клеймеров. За моей спиной видно, они стоят так, чтобы было наглядно понятно, как они стоят внутри. И я вам сейчас объясню смысл расстановки этих клеймеров. Сразу скажу, что искал информацию по поводу, от какой длины картины надо применять подвижные клеймера. Такую информацию я не нашел. Везде информация начинается от плюс-минус 10 метров длины картины. То есть, если картина, имея в виду сталь, у нас 5 метров или 5,50, условно, то мы не применяем подвижные клеймера. То есть ставим все картины на глухие клеймера. Если у нас картина уже более 5 метров, 5,5 метров, мы уже применяем подвижные клеймера. Также я сегодня связался с своим коллегом, который работает в Стальгольм, и спросил у него, как они применяют подвижные клеймера и глухие. На что он мне сказал, что они применяют подвижные клеймера всегда, даже до 5,5 метров. То есть, и только после того, как длина картины более 7 метров, они применяют глухие клеймера. А так везде у них подвижные. То есть, применение всегда подвижных клеймеров, даже если у вас картины менее 5 метров, хуже не будет точно. В интернете видел ролики, когда некоторые кровельщики ставят клеймера абсолютно неправильно. Вот прям совсем. То есть, ставят наоборот, то есть, ставят у карниза глухие, а дальше, допустим, подвижные ставят. То есть, тем самым заглушив движение вниз. То есть, глухой клеймер, он глушит движение. Поэтому называется глухой. Видел ролики, когда ставят один глухой, один подвижный, один глухой, другой подвижный. То есть, это тоже неправильно. Так не работает. То есть, и для этого есть даже специальные таблицы расстановки клеймеров, как правильно их ставить, в каких зонах, да. То есть, тоже, если я вам буду все рассказывать, прям, как написано в книжке, в технике двойного фальца, да, это на часы, то есть, и с объяснениями, да. Поэтому я вам рекомендую приобрести эту книгу, вот. И там по климатическим зонам, по ветровым нагрузкам, по зависимости от кровли, такая вот сложность кровли, где какие клеймера ставятся. Там это все и есть. Итак, вернемся к нашему скату. У нас тут угол наклона кровли 8 градусов. Соответственно, от, скажем, 3 до 10 градусов есть определенная расстановка клеймеров. Вот, и я вам в фотографиях покажу в зависимости от угла наклона кровли, куда смещается глухая зона клеймеров, чтобы вам было, ну, наглядно видно. Ну, или можете тот самый учебник, да, или там ту самую книжку приобрести. Там это все есть с подробностями. И пойдемте, я вам покажу, как оно здесь расстановлено, на этой кровле. Итак, ребята, вот у нас клеймера. Я их визуально, как я сказал выше, поставил, чтобы видно было, как они установлены именно внутри. Значит, на карнизе у нас стоит два клеймера, чтобы карниз был более жесткий. Далее, очень важный момент. Надо пропустить определенный участок, какие у вас будут снегозадержатели, какого производителя. Вот, в данном случае у нас снегозадержание Орема, очень хорошие снегозадержатели, мощные. Вот. И поставить здесь. То есть, у нас здесь от того клеймера до этого 45 сантиметров. То есть, 40-50 миллиметров. Как раз-таки, в этот промежуток у нас и ставится снегозадержатель. То есть, кронштейн. Для чего? Чтобы сам кронштейн, крепление кронштейна не пережало именно и не заблокировало ход подвижного клеймера. То есть, если он будет стоять здесь или здесь, то у нас ход картины заблокируется. Это очень важно. На этапе монтажа кровли этот момент учесть. Далее. У нас идут все подвижные клеймера и примерно чуть выше середины начинаются глухие клеймера. Мы создаем глухую зону. То есть, она у нас по всему скату оттуда. Отсюда глухая зона одна. То есть, у нас картины при температурном линейном расширении будет двигаться вниз и вверх. Как я и сказал, у нас температурное линейное расширение стали 1,2 миллиметра на погонный метр. Итак, в нашем случае зона глухих клеймеров она примерно посередине. Клеймера глухие ставится примерно зона от 1 метра до 3 метров. Это зависит от длины картины. Чем длиннее картины, зона глухих клеймеров может достигать 2-3 метров или 1 метра. Чем острее угол, наклон кровли, тем зона глухих клеймеров сдвигается в верхнюю точку. То есть, картина будет двигаться только вниз. Допустим, если у вас уклон кровли 25-30 градусов, то у вас все неподвижные клеймера будут находиться только в верхней точке ската. Остальные все вниз будут подвижные. Ну и далее мы уже ставим наши клеймера. Мы здесь клеймер смазываем фальцгелем, ставим на фальц и прикручиваем подвижные и глухие клеймера на нашем скате. После того, как мы установили клеймера, катаем на фальцепрокатнике другую картину, поднимаем наверх, несем на скат и устанавливаем. Но предварительно мы смазываем фальц внутри тоже фальцгелем. Использование фальцгеля для фальцовой кровли, для двойного стоячего фальца при малых уклонах крови обязательный. Двойной стоячий фальц не является на малых уклонах или сложных узлах стопроцентным герметичным. Подсасывает именно через клеймера. То есть, где стоят клеймера, там он и начинает капать, подсасывать в воду. И вот мы промазали фальц, поставили его, прожали, кто, у кого нет фальсиметра, машинка фальсозакаточная, тот зажимает рамками, у кого есть фальсиметр, обжимает фальсиметром. Фальсиметром, конечно, это намного быстрее, и фальчик получается прям ровненький. Ну и потом, когда вы уже обжали фальц, вы ставите опять клеймера на свои места. Ну и так, ребят, тему клеймеров мы, я думаю, что раскрыли. Повторюсь, ребята, возьмите литературу, где будет полная информация, расположение клеймеров, ветровых нагрузок, подвижные и глухие клеймера, какие есть при очень длинных, есть специальные удлиненные клеймера, которые ставятся на более длинных картинах. Все описывается в этой литературе, и вам будет хорошо, и в любой момент вы можете показать заказчику, или технадзору, что вот мы ставим по такой таблице эти клеймера. Это очень удобно и сразу же подтверждающий факт. Далее ролики будут про сопряжение, разновидность сопряжения с карнизным свесом, то есть несколько видов мысиков, несколько видов скандинавских вариантов, то есть везде по-разному применяется в зависимости от материала, то есть от металла, который вы применяете, вот, и из особенностей той или иной стороны, то есть если скажем здесь у нас в России и в Германии той же, да, применяется в основном мысики, то страны Скандинавии, Финляндии, в Швеции или там еще в Польше встречаются, делают другое сопряжение этого узла карнизного свеса. также также в следующих роликах я вам покажу разновидность окончания односкатной кровли, как заканчивается их тоже видов очень много, но я самые такие базовые возьму штуки 3-4-5 покажу вам как они делаются вот кстати эти все моменты есть четырехтомники Санта Ласло тоже рекомендую их приобрести там как раз таки оттуда я буду брать информацию по этим разновидностям окончания односкатной кровли и вам показывать вот но информации там очень много и тоже рекомендую их приобрести ребят ну и не забывайте подписываться на канал нам не так много осталось до заветной серебряной кнопки также подписывайтесь на телеграм канал на инстаграм там у нас публикуются все наши работы которые мы делаем на ютубе далеко не все публикуется публикуется в телеграм канале публикуется в инстаграме публикуется вконтакте все ссылки на наши каналы официальные мы оставим в описании так что приходите туда переходите по этим ссылкам и подписывайтесь там у нас много работ там вы можете задавать какие-то вопросы по возможности мы вам будем отвечать на эти вопросы наши контакты там все будут вот поэтому это будет удобно для нас для вас для всех удобно поэтому как-то так до скорых встреч всем пока пока Продолжение следует...